Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой Бог. Всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Я с самого утра сегодня записана была на лазерную депиляцию. Я давно на нее хожу, сейчас уже хожу раз в месяц и всегда стараюсь записываться по утрам, чтобы потом уже освободиться. Еще не ходила пешком. На улице так свежо, но ветра нет и прям так классно, хорошо прогулялась. В общем-то туда и обратно я уже, Настя мне еще говорит, зайди купи мне папку размера А3 для черчения, бумагу А1. В общем, я еще и в констовары заходила, потом думаю, так, ну надо, наверное, не со продуктами зайти уж пока иду. Ну и, в общем, уже побывала в магазинах разных и уже такая еле доперла до дома этот пакет. Вообще дошла уже до дома, до первой лавочки, как говорится, потому что пальцы уже просто резала до одна рука, во второй это в сумке там еще эта папка с бумагой. Ну и, в общем, я же это все должна успеть, как говорится. Ну и я вот старалась, тащила, господи. Илья уже, Илья-то на больничном же еще, завтра только пойдем к врачу. Горее всего, выписываться, я думаю. Я ему звоню, говорю, я там на первой, там на одной из лавочек около дома, ты там смотри меня, дверь мне открывай, у нас же умный домофон, господи. Говорю, чтобы я ключи-то не доставала. То есть, он на телефоне меня увидит, но я думаю, вы знаете. А если не знаете, расскажу. На телефоне, то есть, интерсвязь. Ты можешь видеть все, что камера около подъезда, свою лавочку открывать прям, когда тебе звонят домофон домой. У тебя, не важно, где ты находишься, у меня загорается, что вам звонят домофон. Я могу видеть, кто пришел, кто стоит. Ну, то есть, это как бы удобно. Я говорю, так, ты меня смотри и мне открывай. Можешь с телефона себе дверь открывать, не доставая ключи, допустим. Ну, как бы вот, он мне открывает. Вверху меня уже ждет с этим пакетом. Я ему этот пакет вручаю. Говорю, на, быстрее. Я говорю, у меня уже руки отнимаются. Вот, кстати, знаете, что-то какая-то новая. Я сейчас вам покажу пятерку. Вроде часто хожу, но, как оказывается, миллион лет не было. Сейчас покажу вам какая-то там новая акция с ножами. Не знаю, вы, наверное, уже все видели. Я вот только сегодня. В общем, сейчас еще кофейку налью. Приведу себя в порядок. Накрашу глазки. Максим приедет. Да, и я уже тогда съезжу в офис за заказом. Пишу мне заказ Арифлей. По новому каталогу придет следующий новый каталог. Вот, и, в общем, съезжу за заказиком. Вот так вот сегодня нам дальше еще есть дела и все такое. Ну, в общем, давайте посмотрим, что я там взяла. Я вот такую вот папку для черчения. Бумагу. Настя просила. Свернули. Так, что я тут взяла? Значит, я взяла сыр. Тильзитер взяла какую-то ориантовскую колбаску по-уральски. Здоровая ферма. Значит, здесь бедром пожарю. Так, огурцы, помидоры. Сейчас акцию посмотрим. Здесь у нас, да, почувствуй себя шеф-поваром. С 5 по 31 декабря. Академия кухни. Нажить сковородки, кастрюля. А, здесь получается, совершаешь покупки, зарабатываешь наклейки и сумму, за которую ты можешь, в общем, если тебе нужно купить за 6 наклеек ножек, побольше, побольше. Ну, неплохие на стенде, кстати, ножи лежат. Цена такая нормальная. Вот. Кастрюльки какие-то. В общем-то, сковородки. Вот такая вот акция. Значит, пятерка. Так, это отрезала. Вот, как раз таки. Так, можно будет посмотреть. Начислен наклеек 4. Вот. А, текущий баланс наклеек 17. Вот. Начислено баланс 63. Ну, в общем, как-то так. А что-то сейчас эти бонусы нет. Просто наклеить. Или я не знаю. Или я не знаю. Макароны взяла. Эти. Такие. Потом взяла молоко топленое. Кофе. Йогурт. Первый вкус. Такой клубничный. Ничего понравился. Так, фирменный. Хотя молочку мы не сильно любим. Поэтому редко покупаем. Но вот. Иногда можем. Так, это фирменная АТА. По-уральски, да? Еще, значит, еще бетро взяла. Еще взяла. Еще пачку макарон. Тут туалетная бумага. И еще вот эти сорти дружба. Вот. И все. Что я тут? Я поставила пока кольца тут жарится. Сама тут что-то перемываю. Лиска мазала. У меня такая миниатюрка от Фаберлик. Средство для чистки духовок и плит. Намазала лист. В общем-то, после пиццы, после всего-всего. Надо все это отмыть. Привести в порядок. А посудомойка не справилась, скажу сразу. В общем, затолкала я в посудомойку в верхний, значит, отсек. И абсолютно, вот, сегодня утром разобрала посудомойку. И, в общем, мне не понравилось, как была помыта кастрюля. Мне не понравилось, ее перемывала. Мне не понравилось, как помыть лист. В общем, я его тоже вот замочила, намазала. Вот, тряпочка пользуется такой вот для посуды. Ну, она сейчас в этом средстве. В общем-то, она такая двусторонняя. И это тиандер. Классная. Мне очень нравится. Ну, в общем, посудомойка что-то меня сегодня подвела. И я все, в общем, перемываю. Честно, перемываю, потому что мне не нравится. Мне не нравится, когда что-то там не так. Вот. Ну, в общем, сейчас уже, наверное, убавлю, да буду переворачивать. И скоро будет уже готов. Девчули и любители хендмейт рукоделия. Смотрите, какие тапки. Тапуля мам себе сделала. До этого я вам показывала тапочки Илюшки она сшила. А это вот себе на эту зиму новенькие она сделала. Хотя у нас в квартирах тепло, но все равно как бы комфортнее бывает в тапочках. У меня вот здесь вот вообще кафель. Иногда хочется носочки одеть или еще что-нибудь. Вот такие вот тапки. Так, давайте один отпустим. Вот такая вот подошва. В общем, украсила она ее такими балапушками. И вот такие вот более классные. Рукодельницы. Молодец. Очень красивые. Мягенькие. Вот здесь вот прямо на пятке так хорошо. Ну, то есть так хорошо натуральная, да? А, кожзам. Что тут? Такая вот. Скользить, надеюсь, не будет. Отлично. В общем, супер. Мне нравится. Ну что, я быстренько, максимально как могла, собралась. Сделала вот такой сегодня макияж. И уже забрала заказ. Вот эта коробочка у меня. На улице, ну, классная сегодня погода вообще. За столько времени как-то нет и ветра, и это так прям вообще круто и комфортно. Прям, прям просто супер вообще. Вот. Сначала дома, конечно, надела шапку. На улице я в шапке, потому что все равно так это свежо. Свежо. 9 градусов получается на улице. А в машине, конечно же, прям классно, комфортно. Прям вообще супер. Небо такое вроде развеивается. С утра прям серое было. И так мрачненько, пасмурненько. А сейчас смотрю, как-то развеивается. И может быть даже уже погода будет налаживаться. В октябре, может, начнется бабье лето у нас. А что? Почему нет? Раз мы его пропустили. Уже первый снег у нас был. Мне кажется, два раза летел. Ну, а бабье лето-то пропущено. Поэтому надо уже все вернуть. Бабье лето нам сначала в октябре. А потом уже все остальное. Вот. Сейчас поеду домой. Уже заказ проверила, посмотрела. Такая красота. Да, кстати, нанесла пробник. С пробника аромат Дивайн. Красный. Такой классный аромат. Вот если я голубой не брала. У меня в прошлой интерпретации он был, конечно же. То сейчас я вот нанесла красный. И я его ждала. Я, конечно, вам скажу, что это не тот красный, который был вот раньше. Который я прям очень так ждала. Но это тоже такого плана. Что-то в восточную сторону. Что-то в сторону такой какой-то сладости. Какой-то ваниль есть однозначно. Что-то такое вот. Вот еще поношу прям пойму. Но, в общем, скажу сразу. Мне он понравился. Он мне понравился. Потому что я голубой протестировала. Такая, ну, как бы не впечатлилась. И не стала его заказывать. Хотя тоже у меня новый флакон. Все так понравилось. Все так круто. Все так классно. А вот этот вот красный. Просто вот он вообще не зря я его так ждала. Поэтому подумаю. Закажу прямо вот каталоги с акции, которая идет крем-подарок. Или все-таки закажу по возможности 50%. Этот аромат там тогда уже крема не будет. Но более будет выгодная цена на этот аромат. Ну, в общем, посмотрю. Если ничего другого не буду хотеть с 50% скидкой. То, конечно же, закажу этот аромат. И, наверное, это будет так выгодно. Ну, ладно. Крем не придет. Но у меня есть чем пользоваться. Зато придет аромат по хорошей выгодной цене. Вот. Ну что. Поехала я, в общем-то, в сторону дома. Вот. И дальше есть еще. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую и говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.